Мальчик какой красивый передо мной идет. Почему снимать-то нельзя? Золото бриллианта продают. Очень красиво смотрится. Вот по 30 бат вещи. Вот по 30 бат вещи. Стоит она 120 бат? Конечно стоит. Какая разница, кто в них сморкался когда-то. Ну, мне не очень понравилось. Такое себе качество, если честно. Все по 5 бат. Всем добрый день. Вот мы и приехали на этот рынок. Рынок Буакао. Сегодня вторник. Рынок работает полноценно либо во вторник, либо в пятницу. Рынок очень интересный. С такими, я бы сказал, не туристическими ценами. В общем, давайте пойдемте посмотрим. Он состоит из двух частей. Мы сейчас пойдем в правую часть, там где second hand. И не только. И потом пойдем в левую часть, там где нет second hand. Тут, кстати, есть стоянка автомобиля. Мы поставили машину. 30 бат стоит. И сразу на входе вот такой большой отдел. Тут детская одежда. Ну, вот, например, там, я не знаю, пижамы детские по 100 бат. Потом шортики какие-то. Сколько стоит? 35 бат. А, ну, это тоже спальное что-то, да? Футболки по 100 бат. Бат вот такие прикольные эмочки. Элечки. Ну, тоже детские, я так понимаю. Ну, вот, пожалуйста, кто там футболки по 100 бат спрашивал. Вот их полно здесь. Шорты, шорты. Кстати, вот шорты мне актуальны. Тоже по 100 бат. Я вижу ценник. Вот он. Шорты я потом посмотрю. Присмотрю. Женские, кстати, по 79, по 89 бат. Вон, какие футболки красивые. Наверху, смотрите. В общем, рынок большой. Я только зашел. Сильно везде останавливаться не будем. Потому что я буду ходить тут 3 дня. Так, ладно, пойдемте внутрь. Так, вот футболки женские, смотрите. Типа брендовые. Under Armour. Да, тут Adidas. По 200 бат. Но они неплохо сделаны так. Потому что я как-то покупал такую футболку позапрошлом году. Ну, в смысле, мужскую только. Ничего, хорошее качество. Вот, вполне себе. 180 бат. Смотрите, какая маечка. Under Armour. Made in Vietnam, наверное, да? Ну, да. Во Вьетнаме ищут вот эти брендовые одежды. Неплохо ищут, кстати. Так, ну и мужские тут есть, конечно же. Вот то же самое висит, да? Ну, это вот такое себе, конечно, по ней видно. Это тоже такое себе. Ну, да, я немножко другого качества покупал, конечно. Подделочки. Это прям подделочка-подделочка. Ну и цены. Цены я не вижу. А, ну правильно. Это сделано в Китае, а не во Вьетнаме. Поэтому сразу качество. То есть, смотрим, что во Вьетнаме сделано. Я так думаю, что будет качество немножко другое. Немножко получше, покрасивее, поаккуратнее. Но это мы с вами вообще даже не дошли до основного рынка. Мы просто вот я иду, 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 и скоро сейчас приду. То есть, получается, с той стороны тоже есть рынок, где нету секонд-хенда. Но это мы пойдем туда потом. То есть, рынок разделен как бы вот автомобильной дорогой, по которой ездят автомобили, мотоциклы. С левой стороны, если смотреть в сторону основной трассы дороги. И вот с правой стороны. Вот то, что с правой стороны, мы сейчас туда и будем заходить. Вот тут прикольный какой отдел. Золото бриллианты продают. Очень красиво смотрится. Прям очень красиво. Даже не буду спрашивать, сколько это стоит. Вот, запрещеночку тут продают, да? А, нет, я думал, это эти. Как его, молодежь одноразки курит. А это, скорее всего, да, это духи просто-напросто. Прикольно, блин. Духи сколько стоят тоже, не знаю. Ценников нету. Ну, и спрашивать смысла нету. Ну, кому интересно, придете. Духи, я не думаю, что это самое основное и самое тут интересное. Самое интересное тут будет дальше. Туда, что-то глубже пройдем. Тут, кстати, на входе кафешка есть. Можно и поесть, и попить. Меню быстро глянем, что тут есть у нас. Гетзе по 60, по 120 бат, да? И крипси чикен мит. А, ну, эти. Жареная курица во фритюре. Оригинал 60 с корейским соусом 70 бат. Ну, и смузики разные. По 60, по 50, по 59 бат. Бейсболочки. Бейсболочки актуальны. Бейсболки мне интересно, почем. Я бы что-нибудь, может быть, даже бы и прикупил. Так, на что глаз упал? Ну, вот Пума более-менее, более-менее аккуратно написана. Но кошка, конечно, прикольная. Вот. Больше похоже на мышку. Ладно. А, 100 бат. Все, извините, не увидел. По 139 бат. Все, спасибо. Ну, вот по 139 как-то более симпатичное, да? Что-то такое с вышивками. Прямо интересное. Луи Виттон. Ну, такая нормальная, симпатичная бейсболка. Да. Так, вот первая стоечка сразу на входе. По 40 бат у нас. Смотрите, что мы тут нашли. Какая красивая кофта, да? С кошаками. Всего 40 бат стоит. Мы ее сейчас купим, да? Ты же ее берешь? Ну, еще что-нибудь, да, посмотришь? Так, ну, это не секонд-хенд. Это новая. Смотрите, сколько тут всего. Ценники только вот висят. 40, 80, 100, 20 вон есть. Ну, да, в основном, конечно, тут секонд-хенд. В основном. Но такой, знаете, как сказать? Вполне себе. То есть, я так понимаю, тут тот, кто долго живет, у кого финансы не позволяют, или кому просто до фени, то можно и бэушную футболку купить. Почему нет за 20 бат? Какая разница? Поносил, да выбросил. Ничего в этом такого я не вижу. Секонд-хенды они есть в любых странах, в любых городах. Тоже же кто-то за кем-то где-то донашивает, за теми же европейцами вещи донашивает. Ну, вот футболки, смотрите, по 30 бат. Ну, что ее не взять? Ну, не именно эту, а в принципе, я говорю. То есть, ну, вон штаны по 30 бат, смотрите. Ну, взял, поносил, выбросил. Даже стирать, наверное, не надо. Вот по 30 бат вещи. Вот по 30 бат вещи. Ну, что, людей-то много, смотрите. Люди ходят, что-то выбирают. По 550, по 299 бат. Это у нас типа фирменная обувь, да? Ну, тоже бэушная. Найки и все остальное. Ну, если опять же не смущает вас бэушность Найков, например, то можно купить их по 299 бат. Бэушные Найки, там, Adidas, ну, фирменная обувь. Ее же не только здесь продают. На ebay, например, есть. Целые бизнесы у людей, кто на этом живет, на бэушных именно брендовой обуви. Ну, лично я не вижу здесь вообще ничего такого. Что могло бы там оттолкнуть как-то, не знаю. Захотел купил, не захотел, не купил. Вон, сумки. Ну, так, сумки, наверное, не бэушные, сумки, наверное, новые. Сумки, наверное, новые. Да, сумки новые. Сколько она стоит? Блин, мне вот такую надо, но только поменьше размером. Сейчас поищу, спрошу. Ну, вот эта сумка, которую я в руках держал, он говорит 200 бат. Вот тут есть о чем задуматься. Например, ну, это дорого. Например, на Лазаде я что-то подобное, возможно, точно такое же, Made in China, видел по 60 бат. С доставкой где-то 90. Ну, в два раза, грубо говоря. А если есть на Лазаде какие-то купоны, там у вас подарочные или скидочные, то теоретически можно еще и фри-шиппинг сделать. Я просто к тому, что не стоит бросаться сразу там в покупки. Нужно немножко что-то анализировать. Есть вещи, которые можно тут же сразу купить. Ну, ты понимаешь, например, да, что вот полотенце за 100 бат. Ну, нафиг я буду с Лазадой ждать его неделю. Ну, конечно, за 100 бат он купил, да и все это полотенце. Либо за 200 бат большое, да? Вот. А ту же сумочку через плечо, ну, в принципе, можно неделю подождать, пока она придет. Почему нет? Ну, вот как-то так я размышляю по поводу покупок. Какая-никакая экономия, но не знаю. 100 бат тоже деньги, да? 1 бат деньги. Какая разница? Какого бы количества их не было, если ты их экономишь, то это логично экономишь, то это деньги. Так, что у нас тут? Сумки вон по 120 бат женские. Говорите, и народу немного. Обычно, обычно тут роются. Ну, вот, например, да? Стоит она 120 бат? Ну, конечно, стоит. Почему бы не купить? Очень красивая, нарядная, симпатичная сумка. Ну, я ждал этот ценник в 10 бат. Вообще, я жду ценник 5 бат. В том году он был, в этом году не знаю. Но десяточку увидели. Вот, платки по 10 бат. Ну, почему нет? Стирал нормально, высушил, да и все. Какая разница, кто в них сморкался когда-то. Так, маечки по 30 бат и рубахи по 180. Рынок, на самом деле, большой. Но, почему-то, сегодня немного народу. Вот что странно. В том году народу здесь было гораздо больше. Хотя и был послепандемийный период. 20 бат, 40 бат. Слово пандемии, наверное, уже все забыли, да? А иногда оно всплывает. Ну, ладно, через год окончательно забудем. Так, вот тут что-то по 20 бат. Тоже народу. Я бы не сказал, что много. Посуду даже продают, смотрите. Такой мини-блошиный рынок. Интересно. Так, джинсы и джинсовые сорты. 2 за 100 и 2 за 200. Шорты 2 за 100, джинсы 2 за 200. Бейсболки по 600 бат. Тоже баушные. Наверное. Ну-ка я гляну. Ну-ка глянем. Да, баушная. Вот это точно баушная. А это... А это нет. Вроде не баушная. Ну, я так понимаю, тут... Ну, вот это вот бау, да? Следы от головы. Смотрите, да? Вот здесь вот. Ну, вот это вот здесь я вообще логики не вижу. Не вижу купить баушную бейсболку за 60 бат. Когда вот там на входе за 100 можно было купить новую. Ну, вот тут абсолютно никакой логики нет. Сувениры какие-то продают. Прикольно. Вот сумочки какие-то красивые. Какой адидас красивый. Сколько стоит? Ага, 200 бат вот такая сумка стоит. Красивый адидас. Ну, тут нарядная. Тут и можно купить. Да, рынок большой. Тут имейте в виду очень душно. Потому что вот эти вот вентиляторы огромные. Вон он на потолке. Но они нифига не спасают, если честно. Легкий-легкий ветерок. Поэтому если приедете сюда шариться, здесь ходить, да? То времени у вас это займет немало. Обязательно берите с собой воду. Так, что у нас тут по 40 бат? Шорты какие-то. Берите с собой водичку обязательно. А иначе может поплохеть. Вон еще куча рядов. Что-то там по 40, по 30. Сумки. Вот по 10 бат. Люди что-то выбирают. В корзинках. Ну, в общем, получается, вы сюда едете. Закладываете на эту поездку много времени. Потому что в любом случае вы тут что-то выберете. Даже если не секонд-хенд, то почти секонд-хенд. Что-то стоковое, там где-то что-то, знаете, немножко строчка не та, где-то так. Ну, по-разному может быть. То есть какие-то вещи могут оказаться и новыми. Поэтому времени у вас уйдет на этом рынке много. Ну что, нашел я этот ценник. Я его искал. Вот он, смотрите. Вот, вот этот ценник. Все по 5 бат. Так, а вот тут народу уже побольше в этой части рынка. Прям толпа-толпа. Ну, европейцев этих сразу видно. Они такие полумодные все. Полустранные. Ну, и полуостальные. Да, их сразу заметно. Поэтому, ну, я так понимаю, они тут не только зимуют. Да, они тут живут. И, ну, иногда что-то бюджет себе урезают. Лучше купить футболку там за 10 бат, да. Ну, потратить больше денег там вечером в баре за бутылочкой пива. Я думаю, у них такой план. Я имею в виду европейцев. Так. Размышлять можно долго. А рынок не заканчивается. Где мы еще не были. Так, ну, здесь мы были. Вот, золотые деньги, пожалуйста, можно купить. Вот, купил, например, 100 золотых долларов. И потом на этих 100 золотых долларов здесь купил миллион обычных футболок. Прикольная схема. Ну, да, рынок еще, смотрите. Еще его много на самом деле. Вот по 20 бат что-то можно выбрать. По 40, по 20. Вот какие-то развалы, да. Люди что-то выбирают по 150 бат, да, обувь. Так, ну... Ну-ка, вот просто глянем. Бэушная нет. Но это нет. Но, ну-ка, вот это вот бэушная. Вон то бэушная. Вон ботинки. Не, народ что-то смотрит, выбирает. Шлепки какие-то. Ну, прикольно. По 350 бат что-то. По 450 бат. Типа крокса, да. Кстати, на лазате что-то похожее продают. Ну-ка, а, ну да, вот на нем крокса написано. Крокс. Ну, понятно, да, сразу видно, что это подделка. Невооруженным взглядом сразу видно, потому что, ну, подошва не кроксовская. Короче, на лазате не кроксы продаются по, не соврать бы, по 190 бат что-ли, что-то такое. Кстати, я дошел вот тут, да, края какого-то. Ну, не я, а до края рынка. Не до моего края. Вот, тут у нас, смотрите, ряды с едой. Со столиками, со стульками. Ну, в принципе, если тут долго шариться, да, вот, все рассматривать. Даже ради интереса, если приехать. Ну, если вы даже ради интереса приедете, вы в любом случае что-то купите, 100%. Вот, поэтому вы тут, ну, пошаритесь, ну, не один час. А потом можно спокойно вот пойти и перекусить. Вполне себе удобно. Вот по 100 бат полотенца. Кстати, они, по-моему, вообще не дорожают, да, вот они как были по 100 бат, так и остались. Одеялки теплые по 200 бат. Здрасте, здрасте. По 480. Это у нас наборы спальные. Мы, кстати, как-то покупали здесь спальный набор. Привозили. За 4, по-моему, так и брали, за такую цену. Вот. Не очень понравилось, если честно. Потому что он какой-то, да, вот что-то вот такое красивое. Мы брали. Что-то такое, да, вот. Только с английским флагом, вот, если я сейчас найду. Специально, ладно. Долго я буду искать. Ну, по-моему, вот такой какой-то набор. Ну, мне не очень понравилось. Такое себе качество, если честно. Сейчас будем потихоньку выходить на тот рынок, вот туда дальше, где у нас продаются уже только новые вещи и все остальное. Там, по-моему, даже фрукты, овощи продают, если не ошибаюсь, в том году точно это было. А вот, а здесь, наверное, в этом, на этом рынке будем заканчивать. Вот, все по 20 бат опять здесь, стойки. Здесь, конечно, интересно, но я еще раз повторюсь, сюда надо приезжать целенаправленно. Вот красивые шорты, смотрите, за 250 бат. Но они новые. Блин, вот эти прикольные шорты. Прям вот, прям мне нравятся. 120 бат, отличная цена. Ну, и штаны вот эти, молодежные, как они называются. С этими, с ремешками всякими. Вот это нормально. Вот, приезжать целенаправленно надо, тут шариться надо, блин, да, не один час. А снимать, ходить просто так, очень долго смысла нет. То есть, примерно, да, я вам показал, вот, сколько ли стоит, сколько? 207 бат. Примерно я вам показал, какие цены, какой секонд-хенд, что тут есть, сколько народу. Ну, этого достаточно. Ну, вот, видите, какой он огромный. Опять я сюда зашел. Он просто такой необъятный, так сказать. И сильно долго тут снимать, ну, не получится, опять же. Поэтому, да, сейчас пойдем на тот рынок, там поснимаем. Потому что я хочу футболки там тоже какие-то посмотреть. Сумки вот эти через плечо хочу посмотреть тоже, ну, так, совместить полезное с приятным. В общем, на этом рынке мы заканчиваем. Доходим через дорогу на следующий рынок. Так, ну что, перешли на эту сторону. Давайте по этому рынку походим. Тоже не будем долго ходить, потому что он тоже большой. Все подряд показывать не будем. Так, то, что интересно будет мне, я вам покажу. А то, что интересно вам, вы так между строк увидите просто и все. Носки вон по 10 бат. Самые дешевые. Так, ну ладно, вот футболки, смотрите. По 180 бат. Ну, вполне себе красивые футболочки. Кстати, мне нравятся. Шорты по 49, штаны по 150. Вот какие-то для девочек костюмы по 299 бат. А что, нормальные цены? Вполне себе. Вот, например, смотрите. Для девочек, опять же, 200 бат шорты джинсовые. Ну да, он тоже большой этот рынок. Тут ходить не переходить. Тоже имейте в виду, что, еще раз повторюсь, если вы сюда приедете во вторник либо в пятницу, когда тут полноценно все работает, вы очень много времени потратите. Все это сразу как-то вот планируете конкретно. Вот по 29 бат, например, майки женские. 4 за 100. Выбор прям большой. Но у меня супруга покупала такие майки. Нормально они носятся, кстати. Нормальные майки. Но я советую брать, знаете, такие. Мне лично нравится. Вот, типа, материал такой неоднородный. Видите, он такой, я не знаю, как он называется. Он еще и стретч такой прикольный. То есть, вот однородный, типа, материал, да, но обычный. И вот такой вот. Блин, ну, мне такой нравится больше. Он как-то даже поприятнее выглядит. Какой выбор штанов женских по 100 бат, смотрите. Тоже красивые. Кстати, со слониками советую брать штаны made in Thailand. Но вот это, скорее всего, китайская. Можно попробовать найти тайская. Вот тут у нас футболочный рай, смотрите. По 100 бат. Ну, вот опять же, такие сувенирные эти футболки. С символикой Таиланда, со слонами. Нормальный материал, кстати, на ощупь. Классикал. Да, выбор большой. Пожалуйста, по 100 бат. Спортивные вот эти все. Не знаю, им нравится в них ходить. Так по городу ходишь, смотришь, они вот в этих всех. О, массаж делают. Молодежь ходит в этих футболках. С надписями Месси, там, и все остальное. Чанг, ну, вот это вот, спортивное. Роналдо. Смотрится, конечно, забавно. Вот шорты, джинсы по 299 бат. Майки стандартные по 100 бат. О чем они на русской улице? Скажите мне. Потому что я там снимал видео, но одежду я там не снимал. По 150, наверное, они там стоят. Ну, в общем, если кто знает, напишите, пожалуйста. О, смотрите, красота какая. Офигеть, какие рыбки красивые. Сомики как игрушечные, смотрите, с белой полоской. Ну, вот эта рыбка, конечно, тоже такая. Прям ностальгия. Когда-то был у меня аквариум в детстве. Ну, и скалярии, барбусы, вон, стандартные. Класс. О, мир трусов и шортов. Шорт. Вот красивые шорты, смотрите, какие. Кто-то прям заморочился и вышивку сделал. Ну, здесь тоже вот такие. Ну, не знаю, с виду, конечно, очень даже симпатично сделаны. Ну, вот эти, например, смотрите. Ну, классно же, да? Вроде бы, казалось бы. Просто сделай вышивку красными буквами на корейском языке или японском. И уже совсем другая история получается. Спросил я, сколько стоят эти шорты. 400 бат, которые с вышивкой. Вот видите, цена поднимается как резко, когда ты что-то делаешь индивидуальное, что-то красивое, не как у всех, да? То есть вот прошил их как-то по-своему. Что-то придумал, вот, и все. И уже плюс 200 бат, грубо говоря. Класс. Молодцы. Еще тут различные женские прилавочки. Рынок тоже такой немаленький. Ну, вот не поймешь, на одном ряду много людей, но вот здесь вот мало людей. Золото, бриллианты опять продают. Опять вот для девочек прилавок. Различные фены, утюжки. А, ну и для мальчиков, вон, бритвы, триммеры и все остальное. Кольца. Кольца и браслеты. Тоже для девочек. Смотрите, платье какие. 250 бат. Цена висит. 200. 250. Ну вот, 200-250 бат. Налево посмотрел сразу. Ага, все по 100. Шорты, например, по 100 бат. Футболка вот такая. Маленькая. Вот эти майки прикольные, конечно. Материал такой у них вообще легенький. Ну и смотрится она так нарядно. Вот они по 100 бат получаются. Я смотрю, тут для девочек прям вообще рай, да, такой. Вот. Шорты джинсовые. По 200 бат. Джинсы. Для мальчиков только футболки. Майки. Шорты. А для девочек, смотрите, вот слева тоже. Огромный просто прилавок. Ну вот по 100 бат. Опять же, маечки, футболочки. Ну вот это со слоном прикольное за 100 бат, конечно. Сделано красиво. Вот какая-то в японско-самурайском стиле. 180 бат. По 180. Элька, экс-элька 200 бат. Тоже нормальная цена. Где? Обувь. Обувь тут увидел. 200, 180. 200-200 шлепки. Кеды-полукеды. По 240. Но тоже вполне себе приемлемая цена. Вот по 270. Типа ванцев что-то, да? Как бы. Ну так, ничего. Вроде бы с виды нормальные такие. Вот тут ногти можно сразу сделать. Смотрите. Прикольно. И массаж сразу можно сделать. Ну и косметику сразу купить. Мыло стандартное, обычное. О, смотрите, какая красота. 180 бат. Блин, я хочу такую футболку. Так, ну с черепом я не хочу. Вот с драконом тоже прикольно. Не, ну это прям вообще, смотрите, красотища какая. А на спине? А, у нее еще на спине там что-то нарисовано. Фирма какая-то, да, вот. 180 бат. Нормальная цена. Что тут у нас еще продают? Опять шорты женские. Юбки по 300 бат. Майкл Джордан вот здесь вот представлен. Очень широко. В виде маек. Носки 5 за 100. Ну это для пирсинга, да? Я так понимаю. Все вот эти моменты. Ну тут получается еще один ряд и рынок закончится, да? Но он просто длинный. Рядов немного, но они такие, очень длинные. То есть походить здесь тоже можно. Но здесь точно вы что-то найдете. Если на том рынке вдруг побрезгуете купить что-то бэушное, то на этом рынке точно что-то купите, потому что здесь только новое все. О, маяк сколько по 100 бат. Легенькие такие, да? Прям вообще холодок-холодок. Ну вот, пожалуйста, 100 бат они стоят. Почем они в городе, я не знаю. Где-то на других рынках, на туристических. Вот снимал я и Русскую улицу, и Джантин Найт Маркет. Блин, на одежду там не заходил. Надо было зайти, потом здесь сравнить. Самому теперь стало интересно. Ну смотрите, в принципе, ассортимент одинаковый. Разнообразие большое. Цены плюс-минус, вот они. Вот такие вот. То есть стандартный рынок. Вот он и закончился, грубо говоря. Футболки, шорты, майки, носки, трусы. Ну и все остальное. Цены? Цены хорошие. Прям хорошие. Можно приехать на этот рынок. Походить, посмотреть. Я еще раз повторюсь. В любом случае, вы что-то себе найдете. Купите однозначно. Вот, например, да? Ну забавный же, Заяц. Забавный. Оверсайз. Вот такие футболки, майки женские. Рынок заканчивается, начинаются фрукты. Сейчас чуть-чуть по фруктам пройдем, посмотрим. Но в принципе и все потом будет. И будем заканчивать. Клубника 120 бат. Виноград 120. Вот такой прикольный виноград. Мы, кстати, так его и не попробовали. Надо будет взять. Хурма. Три за 20. Я так понимаю, поштучно, да? Мандарины 80. И 60. Яблоки по 10 штук. Ой, по 10 штук. Я за. По 10 бат. Смотрю, там 10. Фри. Что-то написано. Не понимаю немножко. 10 взял, один фри. Так, один за 35, 3 за 100. Это подложка получается с памелой. Манго 35, 3 за 100. Это за килограмм. О, а тут сразу салатики они кушают, да? Сидят. Сами варганят. Прикольно. Это то есть ты с тарелки себе наклал, да? Получается, соуса налил. Нормально. Ну, тут у нас десертики какие-то. Пекут блинчики. Яйца разноцветные. Драконий фрукт по 70, по 50. Блин, он подорожал что ли, я не пойму. А, по 70 это красный. По 50 обычный. Авокадо по 60 бат. Ланган не вижу, поскольку маракуйя по 60. Мандарины, кстати, я вчера покупал какие-то китайские, что ли, не знаю. О, манго, смотрите, по 35 бат. Мне понравились. Они прям такие, огонь были. Но не вот такие вот. А прям, ну, такие ярко-оранжевые мандарины. Очень понравились мне. Интересная еда закончилась. Сумки начались. Обычные такие сумочки. И сувенирные. Опять одежда, очки. А потом там дальше опять еда. Ну, как-то они так сконцентрировались немножко. Немножко нестандартно. Ну, ладно. С другой стороны друг друга не мешают. Ничего в этом плохого нету. Так, очки по 50 бат. Обычные. Пижамки различные. По 130, по 280, по 120. Вон, цены. По 100. Вот опять, смотрите, фрукты. Зеленые, да, эти, манго. Желтые, стандартные, по 60 бат. 3 килограмма за 100 вот такие манго. Ну, и мандарины за 50. Нашел я эти футболки. Сделано во Вьетнаме. Смотрите, совсем другая. Другое качество совсем. Все другое. Очень аккуратно все. Тут вообще есть вот. Андер Армор, Маден, Сингапур. Блин, ну вот это вещь, я понимаю. Вот это красиво. Все ровненько, аккуратненько. 200 бат они стоят. Пожалуйста. Привет. Вот так надо реагировать, когда тебя снимают. Он не говорит, что я сейчас охрану вызову. Потому что, ну, я-то с добрыми намеренными. Ну, и в плане рекламы. Вот вы сейчас посмотрите, кто никогда тут не был, скажет, о, я хочу на этот рынок. Потому что там добрые продавцы. Там низкие цены. Ну, кокосики какие, по 20 бат. Маленькие. Поэтому, не знаю. Очень странно, когда заходишь где-то снимать, и тебе говорят, нельзя. Почему нельзя-то, ничего не пойму. Вы обычный магазин или еще что-то. Почему снимать-то нельзя? Мальчик какой красивый передо мной идет. Все на него пальцем показывают, даже местные. Вот. А я думаю, что он так идет? Вызывающе. О! А вот и завтрак. Когда-то в детстве я на них рыбачил. Чебачков ловил. Не, на самом деле это, конечно, не экзотика. Это уже давно. Давно все знают. На самом деле это все очень вкусно. А вот это даже и дорого. Банановые черви вот эти вот, они очень вкусные. Поэтому они дороже всех жучков, которых здесь продают. Я имею в виду ну, порцию, когда берете, то вот эти банановые черви будут дороже в любом случае. А вот просто вяленые бананы ну, это просто вкусно. Блин, вот эти прилавки мне всегда очень нравятся. Вот эти шашлычки их по 10 бат, там, по 15, где-то по-разному. Не знаю. Да даже банальные сосиски, но они так с любовью это сделают. Что-то подрезали там, надрезали. Ну, все совсем другой вид уже. Вот. Ну и цена опять же 10 бат, то есть они не нагляют там. Спокойно просто продают и все. Привез там несколько упаковок, сделал красиво, продал, все, все довольны. А не так, что потом что-то не продается, ничего. Ребят, не надо умножать на 10. и все будет у вас продаваться. Так, это уже пошла философия, которая мало кого интересует. Мы вышли на окончание рынка. Сейчас я куплю какой-нибудь водички, потому что очень жарко сегодня, ну и очень душно. Что могу сказать? Я могу сказать, что сюда приезжать не то, что нужно, а не то, что нужно попробовать, а нужно обязательно, потому что с той стороны экзотика, с этой стороны рынок. В общем, вам понравится. Ну все, на этом будем заканчивать. Всем до свидания.